Масса вопросов, какие фирмы пыталась убрать Янишевская, какие фирмы пыталась протопнуть, кто такой Александр Иванов. То есть возникает у нас масса вопросов, и сегодня очень было много вопросов Маргарите Капусте. Это вопросы по тендерам, по хематериализу, по инсулину. Ее смешнейшее заявление про закупку нелегальных вакцин от бешенства, также был к ней вопрос. Наверное, правоохранители только после ее заявления в СМИ уже должны были открыть уголовное производство и заниматься этой темой. Также были вопросы к Нечепарчуку, как к главе комиссии. Мы все только осознаем, что Нечепарчук полностью является ручным у бывшего губернатора. Сегодня его, как куклу, передали дальше в пользование. То есть что у Мерикова было на уме, то у Нечепарчука было на языке. И сегодня фальсификация протоколов – это не один случай, который был за время проведения этих конкурсов. К сожалению, эти люди нас проигнорировали. Возможно, им есть что скрывать. Возможно, они не нашли бы ответы на поставленные вопросы. А Сергей Владимирович – один из, наверное, 20-30 главврачей, который нашел себе смелости, встал, пошел до конца, пошел против системы, был уволен с должности. На него были направлены правоохранители и другие чиновники. И он сегодня рассказывает прямо открыто об этой ситуации. К сожалению, не все руководители больницы, главврачи могут выйти и сказать. Вопроса два. Тут два вопроса. Либо они в теме и в доле, либо они, возможно, не понимают, что у них там происходит. Либо боятся. Это коррупционная схема, в которой участвует Янишевская Иванова. Работает по всей Украине. Просто вскрывается оно не во всех регионах. Хорошо, что есть такой человек, как Сергей Владимирович, который все это вскрыл. Представители всеукраинской, давайте их назовем, фармацевтической мафии. Во времена Януковича это была Татьяна Бахтеева, народные депутаты, глава комитета по здравоохранению парламентского, а также ближайшая соратница олигарха Ахметова и президента Януковича Раиса Богатырева. Вот именно эти люди представляли эту мафию. У них были свои фирмы, которые участвовали во всех регионах в тендерах. Сегодня ничего не изменилось. Дело Януковича живет во всех регионах. Сегодня изменились только фирмы, которые участвуют в тендерах, и изменились названия фирм-прокладок, которые идут параллельно, регистрируются для участия в тендере, потом создают ажиотаж, когда побеждает ненужная им фирма, и начинают заваливать антимонопольный комитет своими обращениями. Что происходит дальше, когда появляются такие люди, как Александр Иванов? Их знакомят или выводят либо на губернатора, либо на профильного зама. В данном случае это вице-губернатор Оксана Янишевская, которая делает уже ему непосредственно протеже у начальницы обл. образования, и глава обл. здрава, и глав врачей больниц и других руководителей медицинских учреждений. И уже после этого, благодаря этим связям, они уже лоббируют фирмы, интересы и нужный результат в тендерных компаниях. Александр Иванов, его Оксана Альбиновна на официальных встречах обозначала как своим доверенным лицом, своим верным помощником, а в личных беседах Александр Иванов себя представлял как байфрендом Оксаны Альбиновны. Вот эта парочка решила захватить весь фармацевтический бизнес и всю фармацевтическую тему, которая, и поднять ее под себя, и наживаться на ней. И мы слышим, что женщина беременна 9 месяцев, заходила в комитет, в кабинет, устраивала ссоры. Ну, это просто неестественно. На протяжении 2015 года в лечебных учреждениях города и области у нас была такая фирма Буковина Фарм. Это коммунальное предприятие Черновицкое. Оно осуществляло поставки наркотических и психотропных средств. На протяжении многих лет поставки данных групп лекарственных препаратов осуществляло Николаевское коммунальное предприятие областное фармацея. Но так как руководитель фармацеи отказался играть по надуманным правилам Оксаны Альбиновны и играть в систему откат, как это было со всеми участниками коммунальных предприятий и главврачей. Поэтому КП фармацею отодвинули, завели на рынок убыточное. У предприятия Банкрот, у Буковины Фарма счета арестованы. У них большие долги по заработной плате и по обязательным платежам бюджета. То есть никого, ни главу обл. администрации, ни начальницу обл. здравоохранения Капусту не заинтересовало то, что фирма Пустышка, фирма Банкрот будет закупать лекарства и будет их внедрять на Николаевские рынки. Но в целом, в 2015 году, это убыточное предприятие Буковина Фарм с арестованными счетами освоило около 3,5 млн гривен. В 2016 году коммунальное предприятие Буковина Фарм передает успешную эстафету на выигрывание тендеров в медицинской сфере это в основном были наркотические, психотрубные лекарственные средства также подконтрольному господину Иванову фирме Фарма. Учтителем этой фирмы является Богомолов Александр Геннадьевич и также он является директором этой фирмы с 2013 года. Общая сумма бюджетных средств, которую освоила эта никому неизвестная фирма 4,5 млн гривен. Стоит отметить, что данная фирма преднадлежит, как я уже сказал, Богомолову Александру Геннадьевичу владельцу трех николаевских аптек. Давайте вспомним аптека, проспект Центральный 69. Та аптека, с которой боролись журналисты, общественники. Та аптеку, которую защищал Гончаров, защищал начальник БНОНа, защищал КОПА, которая продавала без разбору всем подряд наркосодержащие препараты. Мы тогда не могли понять, откуда такой стержень, который держит аптеку, держит руководство в режиме безнаказанности. Теперь прошло время и прекрасно понимаем, что это была тема Оксаны Альбиновны. Она чутко и курировала. Никому не давали под разрыв ни Богомолова, ни аптеку. Также необходимо отметить, что фарма получила лицензию на реализацию наркотических и лекарственных препаратов всего лишь год назад, что категорически противоречит условиям проведения травы. Кроме этого, в ДКТ каждого тендера одним из обязательных...